Что за дичь такая? А вот смотрите, что за дичь. Показываю подробно. А пришла мне такая идея. Создать дефлегматор для самогоноварения. Из вот этих вот тарелочек. Центрофуги советских стиральных машин. Я даже не знаю, как они называются. Маленькие какие-то. Малютка, наверное, малютка. Вот у нее такая нержавеечка. Настоящая, не магнитится. Посмотрите, углубление. Похоже на тарелки от духовых инструментов. Может быть, это оркестра духовых инструментов. Может быть, на одном заводе делались. Я не знаю. В общем, одну такую тарелочку я уже с одной центрофуги вырезал. Немножко не такая. Вот здесь вот верх другой. А размеры одинаковые. Я отдал сейчас ее на модернизацию. Мне там приваривают штуцер на полдюйма. И заваривают вот эти дырочки. Если там красиво все получится, дырочки, отверстия, правильно говорить. То и вот эту тарелку тоже я отсюда вырежу. Одна вставляется в другую. И будем конструировать, модернизировать, совершенствовать. Искать правильную его работу. В высоком случае, я такой конструкции ни у кого не видел. И вот в этом творчество заключается. Это мне интересно, получится или нет. Вот такие струбцины. Вот такие комплекты. Я все чаще встречаю у нас на барахолке. На блошином рынке. Я не знаю, откуда их тащат. По слухам, это где-то используется в мобильной связи. Струбцинки и все комплектующие из нержавейки. Притом нержавейка качественная, не магнитится. Крепкие. И, конечно же, увидел их, я сразу понял, где я их смогу использовать. Сейчас покажу. А это, без ложной скромности, мое новое изобретение. Дефлегматор. Любительский дефлегматор Геннадия Бурды. Я думаю, никто такое еще не делал. Это точно. Может быть, что-то похожее. Может быть, какие-то такие идеи кто-то реализовывал. Но, поверьте, мне это пришло в голову. И я это реализовал. Как реализовал? Сейчас покажу. Две тарелки. Похожие на тарелки духовых инструментов. Я уже говорил. Струбцины. Одна тарелка с бортиком. Одна без. Вкладываются друг в дружку. Там силиконовый уплотнитель. По окружности. И еще сепаратор такой из сетки нержавеющей. Сейчас открою, покажу. Значит, тарелки от центрофуг советских стиральных машин. Я отдал. Мне вварили вот эти вот нержавеющие трубы полдюймовые. Сгонки эти на базаре я нашел. И мне их, ребята, сделали сюда. И заварили ненужные отверстия. Я планировал даже увезти сюда змеевик. Из меди. Или нержавейки. И запустить по нему воду. То есть, вы поняли? Ну, совсем как по теории дефлегмации. Но, первичный вариант вот такой я сделал. Попробовал. И мне понравилось. Слегма Тарад. Идет продукт. Ну, просто слеза. Размер вы видите. Вот моя ладонь. Ладонь. И сейчас я открываю. Показываю внутренности. Не надо критиковать. Не надо говорить, что все это можно купить в магазине. Зачем изобретать велосипед. Творческим людям такой подход непонятен. Потому, что голова думает. Голова изобретает. Хочется придумать что-то. Поэтому, видите, вот такую летающую тарелку. И покажу процесс. Струбцины. Струбцины я показал откуда. Струбцины где-то с мобильной связи. Где-то там они крепят кабеля. Очень они сюда хорошо подходят. Потому, что вы поняли. Поверхности неровные. И вот эти вот чашечки. Которые под наклоном закручиваются. Видите, как хорошо. Ну, прям сюда прямо придумано. Шесть струбцин. Очень крепкие. Очень качественные. Так. Я перегонял перед этим виноградное вино. На чачу. Красное. Я не знаю даже, что там в середине. Мы с вами сейчас посмотрим. А вот так вот. Варилось нержавеющими электродами. Так. Я спешил проверить. Вот сетка. Вот это низ. А вот это верх. Сетка нержавейка. В очень мелкое-мелкое отверстие. Сетка где-то из сырного производства. Трубку силиконовую заказывал в Китае. С толщиной стенки 2 миллиметра. Разрезал вдоль. Вот так вот. Смотрите. Сейчас покажу. Вот. Разрезано. Разрезано. Если бы не было вот этой сетки. Можно попробовать даже без сетки. То. Можно было и не разрезать. А сделать просто вставочку. Нормально. Ничего не пропускало. Было герметично. Ну вот видите. Вот такой механизм вот этого всего устройства. Немножко какое-то синее окисление внутри пошло. Не знаю почему. Может быть надо просушивать. Может быть вот этот окисел все-таки болгаркой надо снять. Это была первая проба, как говорится. Вот и... Вы знаете, это я так спешил попробовать, что даже вот этот вот окисел после сварки нержавеющим электродом я его не снял. Можете ругаться. Спешу поделиться идеей. Не каждый день такие идеи в голову приходят. И не каждый их способен реализовать. Взял болгарочку и немножко поработал. Надо взять еще металлическую щетку и конечно вот эти вот окислы от электродов убрать. Ну я делал конечно первый эксперимент. И конечно же то, что получилось, лучше наверное сделать второй перегон. Но сам факт, что аппаратура при нем, аппаратура при нем, как в кино, работает это все дело. Ребята, работает замечательно. Из бросовых материалов вы посмотрите, почем вообще дефлегматоры. И посмотрите, почем эти все системы. В Китае там вообще такое впечатление, что кусочек нержавейки он из золота сделанный. Я как посмотрел там цены. А тут, как говорится, попадет вам под руку. Имейте в виду, для чего можно использовать. Правый с бортиком. Так он легко вырезается с этой центрофуги. И левый без бортика. Кладывается внутрь. Вот так нужно подогнать. Провел зачистку. После первого использования я вам показал. Теперь я уже позачищал болгарочкой и щеткой по металлу. И буду собирать в обратном порядке. Вы уже конструкцию поняли. Две тарелки с одинаковых центрофуг. Назовем это устройство любительский дефлегматор Геннадия Бурды. Будете повторять? Вспоминайте, кто придумал. Диск подогнан так, чтобы небольшой зазор существовал. И можно было силиконовую трубку на него надеть. Как прокладку. Струбцины вот так вот поворачиваются. И позволяют хорошо затягивать. Понятно? Вот они все. Вот так вот относительно центра. Могут поворачиваться, упираться. И тогда вам легко закрутить. Зажать. Создать герметичность. Самое главное. Для чего же все эти струбцины? Для того, чтобы создать сосуд герметичный. А проверяется. Вот сюда дуем. А вот эту сторону закрываем. Собрали. Продули. Держит. Все. Можно устанавливать и заниматься процессом. А вот это перегон красного домашнего вина. Вина из винограда. Вино урожая 2017 года. И я объясню, почему я его не хочу пить. Оно красивое, прозрачное, рубиновое. Все выстоялось. Я его спиртовал тогда, в 2017 году, чтобы закрепить. Пошел оно при температуре... Процесс пошел при температуре 89,7 градуса. Вот столько его под завязку минимум регулятор на минимуме. Вот показываю минимум. Где-то 500 ватт мощность нагревателя при этом. И перегон всегда идет примерно на таком 500-700 ватт. Не больше. Не киловатт. Не 2 киловатта. Это чтобы вы понимали. И вот я сейчас поставил на минимум. Видите, немножко стало реже капать. Отбор лучше всего брать на минимальной скорости. Не нужно ускорять. Хотя могу ускорить. Вы понимаете. У меня электронная регулировка. И почему я не хочу... Пользовать это вино. Смотрите. Те, кто заботится о своем здоровье. Я рекомендую делать настойки. Вот с того, что вы сейчас получите. А вот это вам виноградное вино. Смотрите, что у него на стенках. Вы представьте свои почки. При том, что это вино я 2 раза снимал с осадка. Потом уже мне это надоело. Я его вот в такие банки залил. Вот я вам сейчас покажу. С пузатого бутыля. 20 декабря 2017 года. 100 грамм сахара. 100 грамм... 100 грамм сахара. 100 грамм 70% самогонки. Чисто туда пошло. Для закрепления. То есть пить можно. Вкус хороший. Все. Но, ребята. Вот это вот. Вот, показываю вам на окно. Я не хочу, чтобы вот эти камешки откладывались у меня в почках. Поэтому вино я пить перестал. Задумывайтесь, когда вы пьете много вина, как со временем ваш организм отзовется. Вот такая антиреклама. А вот еще одна баночка справа. Смотрите. Должен вам сказать, что на заводах очистка значительно лучше, конечно, вина. Ну, там и химия сейчас в том вине. В общем, вино пить не рекомендую. Чистый продукт. Это перегон. И настоечки. Можно на минимальные градусы. Можно просто настоечку добавлять в чай. В ложечку какой-нибудь вкусненькой травяной настоечки. Бальзам битнера. Вы поняли? Вот смысл. Это все делается не для того, чтобы бухать. Понимаете? Мне это слово противно. Я его не знаю. И не рекомендую. Со всеми вещами нужно работать в меру. Ну, вот начало. Вот такое. И все. На целый день хватит. Там, наверное, литров 35 внутри. Вот прошло полчаса. Вот это вот начало. Как слеза. Скорость вы видите. Это головы. Это технический спирт. Примерно пол-литра. Он имеет рисковатый запах. Хотя все относительно, я вам скажу. Потому что вот с таким перегоном, как у меня, запах всегда хороший. Нет противного. Но я его немножко чувствую. Так. И посмотрим спиртуозность этого раствора сейчас. Это на протирку ручек дверей для дезинфекции. Самое то. В борьбе с коронавирусом. Такого объема голову мне показалось мало. Запах все-таки рисковатый. И я решил добрать. И сейчас вот это уже сливаю сюда в баночку. И посмотрим спиртуозность. В итоге голову грамм 600. Примерно 35 литров вина. Красного, красивого, рубиного цвета. Ну и не собирался этот ролик снимать. Потому что я не показал вам вино. Но банки я вам показываю. Какое имеют отложение. Я его немножко подзабросил. Тогда. И с декабря 2017 года я не трогал. О, это я не тот спиртометр взял. Ёлки-палки. Сейчас. 70 градусный он утонет. Взял не тот спиртометр. Вот этот набор чудесный. У него очень широко деления расположены. У этого спиртометра. И соответственно у этого. И можно очень-очень точно посмотреть. Это настоящие лабораторные. Давайте смотреть. Сколько получается? Ну, 84 точно. Видно вам? Фокусировочка. Давайте так вот. Чуть-чуть на свет. Вот такие головы. 85 градусов. И что у нас сейчас. Отбор я продолжаю. При какой температуре. Ну, это 91,4 градуса. И в том случае, когда я перегонял просто брагу. Да. 91,5. Значит, вот это особенности моего куба. Моего автоклава. В данном случае приспособленного под куб. И ваш может работать немножко по-другому. И температуры могут быть другие. Вот это уже чистый продукт. И запах уже совершенно другой. Я его чувствую. Вот это скорость отбора. Большая, да? А вот дефлегматор я регулирую открытием окна. Вот так вот открыл. Воздух сейчас холодный зайдет. Не знаю, а как же летом? Ёлки-палки. А как летом? Как я буду охлаждать дефлематор? Так. Хорошо. Я думаю, вам было интересно. А вот и применение голов спирта технического. Вот семейные телефоны. Эти уже протерты. Красивые, блестят. А вот это Дочкин. Посмотрите, что творится. Унитаз чище в квартире, наверное, чем вот этот телефон. Причинение различных инфекций. И это вот первое место. Руки, телефоны, деньги. Вау. Надо протирать. Помогайте детям. Вот это и все. Да, ребята. С 35 литров вина. Вот это весь выход. И учитывая, что я вино укреплял. Я туда лил 70-ти градусную самогонку. Может на тот весь объем. Я не знаю. Может пол-литра. Ну и что такое? Вот это она получается. А вот это весь выход. Но спиртуозность же какая. Смотрите. Вот это первый литр после голов. Сейчас я его не смотрел еще. Второй литр после голов. Ну вот примерно литр. 80 градусов. И вот этот объем где-то полтора литра. Может чуть меньше. Показываю вам. 68 градусов. Крутить не буду. Доверяйте. 68 градусов. Сейчас посмотрим первую. То есть значительно с моей установкой спиртуозность выше. И соответственно выход меньше. Но зато какой. Но слеза же. Не барматуха там какая-то. И вот первый литр после голов. Тоже 80 градусов. Так что первые. Вот этот вот первый объем. 2 литра. 80 градусов. Пересчитывайте на объем малоспиртовой жидкости. И вы поймете почему так мало. Мало. Так зато спиртуозность какая. И считаю третий полтора литра 68. Ну уже при той температуре что я показываю. Идет падение. Если бы я все-таки не полтора литра здесь дождался. А литр было бы наверное 75. А не 68. Но уже вот отлично. И это все продукт для чего? Для того чтобы делать коньяк. Или бренди. Потому что из виноградного вина. Или вот это чача уже фактически. Ставьте лайки и подписывайтесь. Здесь не только электроника. Здесь много нужных бытовых всяких проблем на канале. Рассматривается и решается. А вот какая красивая настоечка. На землянике. И чабреце. Взял пару чайных ложечек. И в чай вечером. Замечательный оздоравливающий продукт. А те палочки дубовые которые выработали. Вот на них получается цвет слабый. И медленнее настаивается. Ну вот смотрите. Это цвет натуральный. Который дает дуб. Специально подготовленный. А делал я еще на кедровых орешках. И тоже туда пару. А делал я еще на кедровых орешках. И пару палочек дубовых туда. Красивый цвет. Красивый вкус. В общем. Широкое поле для экспериментов. Больше чем с вином. И чище. Я считаю. Я считаю.